Микс Ньюс. Каждый вторник после 14 часов. В эфире на Радио Болтком новая программа «Есть тема». Ее ведущий Вадим Полищук, Александр Полищук. Аналитическая программа. И что же это означает? Обзор важнейших событий Латвии и мира. Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. Слушайте на Радио Болтком «Есть тема». У нас одна минута, слушай, последний вопрос. Добрый день. В эфире Радио Болтком. Аналитическая программа «Есть тема». Ее ведущие Вадим Полищук и Александр Полищук. Мы не пересказываем новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. В первой части программы мы обсудим новости Латвии. Во второй обратимся к международной повестке. В конце каждого блога мы оставим несколько минут на звонки слушателей. Если вам есть что сказать по теме, то звоните. Телефон студии 67-212-939 и 67-213-939. Давай начнем в этот раз не совсем с политики, а больше с экономики, хотя она будет перемешана с политикой. Это налоговая реформа, которую задумало правительство Латвии. Ну и что же? Ну, во-первых, зачем налоговая реформа нужна? Для того, чтобы собрать больше налогов. Да, ты абсолютно прав, к сожалению. Если ты думал, что в Латвии налоговую реформу проводят для того, чтобы создать стимулы для экономики или, может быть, улучшить материальное положение людей с низкими доходами, то ты ошибался. В данном случае правительство Каринша, просто работая над бюджетом на 2020 год, тот самый, где не хватило денег ни на зарплаты медикам, ни на прибавку зарплат к учителям, решило, что, пожалуй, в 2021 году хорошо бы замутить какие-то налоговые изменения, чтобы денег собрать побольше. Дебет с кребетом не сошелся. Абсолютно верно. И стали думать, где же взять. Полный план реформы правительство обещает представить к Пасхе, то есть весной, но уже сейчас из отдельных заявлений можно понять, где резать будут. Точнее, наоборот, где будут убирать. Подозревая, что по-живому. Да, очень. Я насчитала 6 пунктов. И, на самом деле, каждый по-своему страшен и прекрасен. Давай просто быстренько пробежимся, потому что вряд ли где-либо сейчас можно найти эту обобщенную информацию, а, по крайней мере, знать об этом и думать уже точно следует. Первый – это налог на микропредприятия. Подожди-ка, но разве налогоблажение микропредприятия не было изменено в этом году? Да, гайки-то закручивают каждый год. Еще удивительно, что кто-то сохраняет этот статус, но, видимо, все-таки пока что это более выгодно, чем переходить на бухгалтерию для обычных компаний. Извини, а сколько, кстати, сейчас осталось микропредприятий? Порядка 40 тысяч, но в них работает 79 тысяч человек, то есть, в принципе, каждый десятый работник в Латвии, он работает так или иначе в микропредприятии. Это действительно маленькие фирмы, чей оборот не превышает 40 тысяч евро в год, и, по-моему, они могут нанимать не больше пяти человек, но это важный формат, поскольку именно так, как мы понимаем, проще всего работать семейному бизнесу. Может быть, небольшая фирма из друзей, которая оказывает какие-нибудь, скажем, переводческие или маркетинговые услуги, и тут даже дело не в том, что они платят сильно меньше налогов, потому что их уже также заставляют в социалку платить и все остальное, но там проще бухгалтерия. То есть, они делают некий один платеж, и немного разных, и, то есть, так или иначе, эта модель, она, скажем так, приоритетна и более выгодна для очень мелкого бизнеса. Но именно это, видимо, сильно нервирует нашего министра финансов Яниса Рейерса, который уже, начиная с лета, во всевозможных интервью, говорит о том, что как-то не гоже, что у нас есть некоторые компании, предприятия, которые имеют такие налоговые льготы, и насколько это оправдано. И также, похожую мысль повторил и премьер-министр Кришни Скаринш, так что можно предположить, что со следующего, 2020, я не буду, не 2020, а 2021 года, видимо, этот режим или полностью исчезнет, или будет настолько приравнен к общему, что будет просто очень невыгоден для предпринимателей. Ну это вообще поразительно, потому что микропредприятия, это совершенно такой особый статус, который существует во многих странах, нечто подобное, во Франции, например, я знаю. И здесь скорее речь идет не о том, чтобы собирать налоги с этих людей, а для того, чтобы эти микропредприятия выполняют очень важную социальную функцию. То есть, как правило, они дают возможность людям, у которых нет денег, чтобы замутить какой-то крупный бизнес, тем не менее себя попробовать. Это также возможность для людей трудоустроиться более легкой, чем на обычном рынке труда. Особенно не забывая про структуру латвийской экономики. У нас нет крупных заводов, у нас из крупных предприятий может назвать банки, какие-то торговые компании, может быть, какие-то международные, но их немного. То есть, либо люди работают в госучреждениях, в госсекторе, либо они вот работают в тех немногочисленных банках или там, не знаю, какие-то торговые сети типа Максима Риме, или они действительно пытаются что-то делать сами, и именно поэтому, казалось бы, для государства, для правительства было бы приоритетом помогать этим людям создавать какой-то льготный режим налогообложения. Но тем не менее. Ну да, видимо, над соображениями социального характера давляют бухгалтерские соображения. Да, конечно. Давай обратимся ко второй. Ну, кстати, надо сказать, что, видимо, микропредприятие – это будет не единственный вид бизнеса, который понесет убытки с 2021 года, потому что, как можно понять, опять же, министру финансов Янису Рейерсу очень не нравится, что в Латвии вообще много налоговых льгот. Там даже назывались конкретные суммы, сейчас точно не вспомню. И было даже, более того, было подготовлено сообщение госконтроля, который также ставил под вопрос, действительно ли все налоговые льготы, которые предоставляются латвийскому бизнесу, они оправданы. Так что, можно сказать, общественное мнение подготовлено, поэтому очевидно, что в этой налоговой реформе те налоговые льготы, которые сейчас есть для предпринимателя, они будут либо ликвидированы, либо урезаны. Второй пункт программы, который тоже не дает покой нашему правительству – это социальный налог. Как подсчитали в правительстве Каринша, сейчас у нас социальный налог платит 600 тысяч, а 250 тысяч работников не платят. Но это, наверное, не только работники. Нет, речь идет именно о работниках. 600 тысяч работников, ну, в принципе, всего-то в стране. Это когда-то мы были большие державы с двухмиллионным населением. То есть, фактически сейчас рынок труда – это 850 тысяч человек в Латвии, из них 600 тысяч платят социальный налог, 250 нет. И это, конечно же, очень расстраивает наших министров и премьер-министра, поскольку те же 250, хотя налоги-то не платят, а все равно в случае чего скорую помощь вызывают. И тут возникает вопрос. Вот, к сожалению, ни наши министры, ни даже премьер-министры, они как-то публично не говорят, кто эти люди, которые, вот эти 250 тысяч, которые не платят социальный налог. Как думаешь, кто они? Понятия не имею. А я как раз могу предположить, потому что эти группы населения мне лично близки. Во-первых, это мамы. Те мамы, которые занимаются воспитанием детей. Подожди, ты же сказала, что 250 тысяч – это не работники. Они не работники. Они формально могут даже числиться, значит, это на рынке труда или как. Они не платятся с налог. То есть, это люди трудоспособного возраста. Говорим о них. И, во-первых, это мамы. Да, это мамы, которые тоже могут даже выполнять какие-то мелкие, иметь какой-нибудь мелкий бизнес, типа что-нибудь шить, шить вязать или готовить торты по ночам. Но дело в том, что, учитывая недоступность детских садов, которые есть у нас, многие мамы предпочитают оставаться, и там, дороговизну нянь, многие мамы предпочитают оставаться дома. Естественно, что они не платят налог, даже если они где-то прирабатывают. Во-вторых, это, скорее всего, люди предпенсионного возраста, которым тоже трудно найти работу, им тоже, может быть, у них есть какие-то мелкие халтуры, но по каким-то причинам они не могут трудоустроиться полностью. Часто они, кстати, тоже заняты воспитанием детей или, допустим, уходом за более пожилыми членами семьи. И, скорее всего, среди этих 250 тысяч есть мои коллеги-журналисты-фрилансеры. И не только журналисты, но и переводчики, может быть, копирайтеры, люди, которые занимаются пиаром или маркетингом. То есть это люди, у которых нет постоянного дохода, есть какие-то отдельные гонорары. И хотя из них вроде как надо платить соцналог, но иногда эти гонорары настолько мелкие, что ты понимаешь, что соцналог будет выше, чем сумма полученного гонорара. Ну и, видимо, еще есть какие-то группы, можно только предположить, кто они. То есть, конечно, говоря в целом, это плохо, что в стране есть люди, которые не по каким-то причинам, люди трудоспособного возраста, то есть не дети, не пенсионеры, которые по каким-то причинам не платят соцналог. Потому что соцналог идет на пенсию, соцналог действительно, там есть и страхование безработицы, это самопособие. Но, с другой стороны, можно предположить, что такие люди есть и заставить их насильно платить соцналог и тем более увязывать это с медициной, ну, на мой взгляд, довольно такая опасная логика. Хотя бы потому, что международные организации, в том числе, например, Международная организация экономики и развития, ОСР, неоднократно говорила правительство Латвии, что очень опасно увязывать доступность медицинских услуг с доходами населения. Потому что так или иначе получается, что у вас доступ к врачу будут иметь люди с высокими доходами, а люди с низкими доходами или вообще без доходов будут его лишены. И здесь нельзя ни в коем случае, опять же, путать с идеей обязательного медстрахования, которая, кстати, насколько я помню, есть в Эстонии, да, в Латвию так и не смогли ввести, хотя и пытались при министре здравоохранения Анде Чакши. Потому что все-таки идея обязательного медстрахования, она предполагает, что есть некая уязвимая группа, как раз, куда попадают и люди предпенсионного возраста, и мамы, воспитывающие детей, которые государство страхует само. Ну, так в Эстонии, да? Да, именно в Эстонии именно так. Ну, конечно, есть люди, которые не застрахованы, по силу каких-то причин, например, долгопременные безработные, которые не зарегистрированы. Но, тем не менее, неотложная медицинская помощь в Эстонии оплачивается все равно государством. Что будет делать наше правительство, мы посмотрим. Но, на самом деле, конечно же, если они сильно попытаются увязать полностью доступность медуслуг или цену за услуги вызова скорой или поход к семейному врачу только с уплатой соц. налогов, я боюсь, что состояние здоровья латвийского общества только от этого ухудшится. Давайте переходим к следующему аспекту. Третий – это налоги на топливо и автомобили. Ну, в общем, как ты, наверное, знаешь, латвийское правительство, как и политики многих других европейских стран, очень увлечено идеей перевести страну на зеленую экономику, чтобы мы заряжались от солнечных батарей, грелись от костра и носили одежду с твор сырья. Ну, инструкции сбросили вполне определенные. Именно так. Есть только маленькие нюансы. Например, то, что в Латвии люди все-таки, допустим, менее обеспечены. И предположить, что большинство автоводителей пойдет и купит себе электрокар в перспективе ближайших двух лет, ну, довольно сложно. Кстати, даже не поленилась посмотреть, сколько у нас этих электрокаров всего сейчас по стране. 750. Ну, согласись, не то число, о котором можно говорить, как о масштабном явлении. Поэтому, но тем не менее, налоги на топливо и автомобили точно будут повышаться. Даже уже была небольшая утечка информации через СМИ о том, что Минсообщение готовит такой план. Потом его спешно, по крайней мере, в публичном пространстве сказали, что это только черновик, и все еще совсем не так. Но по отдельным заявлениям, и даже если мы посмотрим просто те директивы и резолюции, которые принимаются на уровне Евросоюза, нужно понять, что и налоги на топливо, и следующий пункт, который я тоже себе пометила, в плане налог на среду, он будет увеличиваться. То есть ставки на энергию и ресурсы. Даже если будет увеличиваться явно рост цены, потому что всегда акциза на топливо, ликуда с собой, повышение акциза на топливо повышает цены. И причем это те цены, которые ощутят на себе потребители не товаров класса люкс, а самые обычные. Потому что если мы говорим о налог на среду, который я упомянула, то там речь идет о том, что уже с 2021 года, и, кстати, Сейм уже одобрил это, принимая бюджет на следующий год, что вырастут ставки за обработку и утилизацию бытового и опасного мусора, будут повышены ставки на энергоресурсы. То есть это то, что почувствует каждая бабушка. Не обязательно для этого быть очень богатым человеком. Да, потому что ты говоришь, получается, что налоговая реформа отнюдь не снизит налоговое бремя на людей с малыми или нерегулярными доходами. Наоборот, на очередной раз и уполнится. Но наоборот, оно увеличит на них нагрузку налоговую. А все-таки какая же цель налоговой реформы? По-моему, к сожалению, это чисто математика. То есть не хватает денег, надо собрать больше. Да, я просто коротко скажу, пятый и шестой пункт, скажу, извини, перепеваю. То есть пятый пункт, это он уже с 2020 года, то есть со следующего уже повышаются ставки акцизного налога на азартные игры. Да, конечно, можно сказать, что азартные игры – это фу-фу-фу, не ходите, не играйте, сэкономьте. Но опять же, это бизнес, опять же, это рабочие места. И если в стране какой-то сектор экономики его начинают поддушивать, неважно по какой причине, вряд ли будет хорошо всем. И шестой пункт – это уже даже не сами налоги, это просто механизм сбора налогов. Как мы знаем уже со следующего года, правительство будет стараться отбирать себе побольше денег у самоуправления. То есть, если, например, до сих пор там подоходный налог, налог в среду. Самоуправления у нас очень богатые, наверное. Да, очень богатые самоуправления, и тут даже настолько богатые, что на них можно переложить половину ответственности за детские обеды в школах. Но, в общем, так или иначе, уже со следующего года государство будет забирать себе больше средств самоуправления, и дальше, видимо, эта пропорция будет только расти в пользу государства. Что получим в итоге? Нашим вопросом. Вот понимаешь, это очень интересно. Я вспоминаю нынешнего латвийского еврокомиссара, которого за глаза некоторые называли бухгалтером. Валт-Сдомбровской, конечно. Да, это бухгалтерский подход к бюджету, к управлению страны. Конечно. Я не знаю, может быть, это работает в Брюсселе, но, судя по его блестящей карьере, там, наверное, да, в Брюсселе это нравится. Партия тоже, не забывая, что и Криши Нискарин, нынешний премьер, долгое время просидел в Европарламенте, поэтому, видимо, это заразно и передается партийным капельным путем. Но тут еще есть другой нюанс, что мне очень жалко, что, например, в этой реформе нигде не всплывает мысль о том, что в Латвии-то очень высокая налоговая нагрузка на рабочую силу, и это подтверждено многочисленными исследованиями, даже просто сравнениями на уровне региона. То есть у нас выше нагрузка, чем в Эстонии и в Литве. То есть наши предприниматели, наши работодатели, они не так конкурентоспособны, как их коллеги из соседних стран. Именно поэтому, опять же, не секрет, что многие латвийские предприятия просто регистрируют своих людей в Эстонии, потому что так выгоднее платить налоги. И, может быть, меньше администрирования, меньше всей этой бюрократии. И поэтому вместо того, чтобы подумать о том, как повысить шанс латвийского бизнеса больше зарабатывать и таким образом пополнять казну, к сожалению, правительство идет, как, видимо, по их мнению, по легкому пути и попробуют просто по чуть-чуть везде еще добавить. Но вот это по чуть-чуть, оно вернется к нам, как к конечным потребителям, просто то, что вырастут наши расходы, и никоим образом не будет каких-то стимулов или импульсов для того, чтобы появлялись новые рабочие места, или чтобы предприятия платили больше зарплаты. Зато сойдется баланс. А для людей с бухгалтерским складом ума это самое главное. Баланс сойдется, это факт. Давай еще, наверное, затронем вторую тему. Смотрю, что время-то бежит страшно, у нас она все-таки была. Это мы хотели поговорить о деле Филея. Это служба госбезопасности начала уголовный процесс против члена правления Русского Союза Латвии, организатора тотального диктанта в Латвии Александра Филея. Из-за его записи в Фейсбуке, в которой он выразил личное мнение по поводу событий 40-го года в Латвии, этого оказалось достаточно, чтобы служба госбезопасности сочла, что уголовному процессу быть. Как ты считаешь, трудно анализировать, как поведет себя Латвийский суд, какое решение будет принято. Давай поговорим с точки зрения международного права. Вообще, это выглядит логичным, этот процесс? Ну, и да, и нет. То есть, на самом деле, если мы даже говорим и про письки в странах, то регулирование везде разное. И даже если мы говорим про международную организацию, то и подходы тоже могут быть разные. Например, с точки зрения ООН, то есть, например, Комитета по правам человека, который ответственен за мониторинг соблюдения международного пакта о гражданских и политических правах, они считают, что законы, которые наказывают за выражение мнений об исторических фактах, они не соответствуют пакту. Причем, понятно, что тогда, когда они принимали это свое замечание общего характера, так это называется на ООНовском жаргоне, то речь шла в основном о тех людях, которые отрицали Холокост или принижали преступления нацистов в Европе во время Второй мировой войны. Что касается, например, то есть, есть строго определенные случаи, когда с точки зрения ООН, ООНовских документов, можно человека наказывать. Это, допустим, когда речь идет о клевете, или когда, допустим, пропаганда войны, или разжигание национальной розни. Ну, подожди, я знаю, что, опять же, в каждой стране немножко по-разному, вот я знаю, что в Соединенных Штатах вроде такая свобода слова. Ну, да, но, с другой стороны, конечно, в Западном мире пример Соединенных Штатов Америки, он такой, является в их положении эксклюзивным, поскольку у них есть первая поправка Конституции, которая говорит о том, что конкретно не должен издавать никаких законов, которые запрещали бы, или, вернее, ограничивали свободу слова и печати. И поэтому они, как бы, очень часто смотрят на свободу слова как на абсолютное нечто. А в европейских странах подход другой. И законы, которые так или иначе предусматривают наказание за неправильные исторические взгляды, их пропаганду, существуют и в Германии, и во Франции, и в некоторых других странах. Ну, и в Восточной Европе в последнее время подтянулась, но она еще пытается наказывать не только, например, за отрицание или понижение преступлений нацистов, но и, например, преступлений коммунистических режимов. И очень интересно посмотреть, а что же думает Европейский суд по правам человека обо всем этом. А Европейский суд по правам человека, ну, занимает такую двойственную позицию. С одной стороны, вот, допустим, было дело из Франции, значит, люди были осуждены за то, что они восхищались Петеном. Это был маршал Петен, глава коллаборациониста французский, который сотрудничал с нацистами, и который был приговорен к смертной казни после освобождения Франции, которая, правда, была заменена по жизненным заключениям, ввиду его заслуг прежних и преклонного возраста. И, тем не менее, не сказали, что приговор в отношении данных лиц суд счел необоснованным, поскольку те исторические обыдения, которые не ссылались, они однозначно оценки не имеют. Ну, тут же добавил, а вот если бы они отрицали Холокост, тогда это было бы другое дело, защиты бы не было. Ну, то есть, понятно, что трудно прогнозировать, но, допустим, в Латвии филею грозит лишение свободы на срок до 5 лет, кратковременное лишение свободы или принудительной работы, или денежный штраф, то есть, те, которые ему пытаются шить. Если он обратится в ЕСПЧ, у него есть шансы? У него, ну да, там во многом, наверное, будет зависеть от состава судей. То есть, если там будут превалировать восточноевропейские судьи, то, наверное, шансы его более хило выглядят. Вообще, надо сказать, что в Европейском Союзе уже обсуждался вопрос о том, не стоит ли прорывнять, допустим, преступления, которые совершали при коммунистических режимах, к преступлениям, которые были совершены во время Второй мировой войны нацистами. Но Европейская комиссия несколько лет назад рассматривала этот вопрос и сочетала, что в Европе нет по этому поводу консенсуса, никаких законодательных инициатив, поэтому выдвигать не стала. То есть, в данном случае Восточная Европа выглядит особняком, и, скажем, проблемы, которые испытывает тот же филе, наверное, во Франции, будут непонятны многим. Но поскольку во Франции есть свои скелеты в шкафах и свои строгие законодательные меры в отношении своих проблемных людей, то, видимо, наверное, они будут закрывать глаза на подобные события в Восточной Уроке. Давай перед тем, как уйти на рекламу, все-таки попробуем, я вижу, что у нас есть звонки в студию, попробуем включить наш звонок. Значит, наконец звонка. Ладно, что-то сорвалось. Тогда еще успеем договорить. Ну, то есть, если возвращаться к делу филея, получается, что, поскольку все законодательство такое расплывчатое, и вообще непонятно, какой пост могут счесть антизаконным, какой нет, лучше ничего лишнего про историю в социальных сетях не писать? Вообще, на самом деле, если ты спросишь мое личное мнение, а не с точки зрения международного права или позиции международного организации, то я считаю это неправильным. Кто бы что ни говорил, надо терпеть. Потому что, когда мы начинаем запрещать, или в особенности, когда мы начинаем осуждать людей за выражение их взглядов на историю, мы тем самым расписываем свои слабости, что мы не можем переубедить население, переубедить даже этого человека при помощи сильных аргументов. То есть, как только мы прибегаем к мерам уголовного права, то тем самым это такое маленькое поражение. Даже если для человека, подожди, которому мы эти меры применяем, это будет означать штраф, арест или какое-нибудь другое наказание. Давай тогда пойдем на рекламу. Мы не пересказываем вам новости, мы объясняем, какое значение имеют разные события в Латвии и в мире. У нас одна минута, слушай, последний вопрос. Добрый день. Продолжается программа «Есть тема». В эфире Вадим Полищук и Александр Полищук. И в этом второй части нашей программы мы поговорим о вопросах международной политики. И начнем с нового состава Еврокомиссии, который на этой неделе должен утвердить Европарламент на своем пленарном заседании в Страсбурге. Точнее, завтра. Да, завтра. Во-первых, слушай, почему так поздно? Насколько я понимаю, новый состав Еврокомиссии должен был начать работать уже 1 ноября, а тут уже декабрь нашел. Ну, потому что там, на самом деле, никак не могли утвердить всех комиссаров. Потому что, хотя вроде бы комиссаров предлагает тот человек, который возглавляет Еврокомиссию, который получил мандат, тем не менее, они должны пройти через горнил в слушании в Европарламенте. И от трех стран еврокомиссаров, кандидатов в еврокомиссары, точнее, забаллотировали. Это был комиссар от Франции, от Румынии и от... Венгрии. Венгрии, да. Почему они, если были такие плохие? Ну, во всех трех случаях формально объясняли из-за конфликта интересов. И там, конечно, очень можно гадать. В каждом конкретном случае, наверное, были свои соображения. Например, неудачу французского, первого французского кандидата, связывает с желанием европарламентария показать козу господину Макрону. Ну, вот плохо себя вел, с точки зрения некоторых депутатов. Ну, в Румынии, да, там все как-то немножко мутная история, связанная с первым кандидатом, не дала возможности собрать поддержку. А что касается кандидата от Венгрии, то там вообще, конечно, интересно. Дело в том, что еще в прошлом составе Европарламента, когда нынешний уходящий состав Еврокомиссии выбирали, были проблемы у представителей Венгрии, потому что он представляет правящую партию Венгрии, Фидеш, а у Орбана большие проблемы, его партия сейчас, ее членство приостановлено в Европейской народной партии, как ты знаешь. И, конечно, в любом случае было понятно, что слушания венгерского кандидата будут нелегкими, но то, что он не пройдет, это было для меня все-таки неожиданным. Ему инкриминировали конфликт интересов, потому что, будучи министром юстиции, он в пользу России принял решение, когда решался вопрос о высылке людей, подозревающихся в преступлениях. Мне кажется, что Европарламент просто выпендривается. Там, в принципе, же новый состав, тоже Европарламент, они хотят показать свою мощь. То есть настолько ли эти кандидаты были неприемлемы, и настолько ли сильны и, наоборот, высококвалифицированы те кандидаты, которые выдержали слушания? Ну, в принципе, если мы говорим о тех еврокомиссарах, которые пришли на смену, забаллотированы, то там, в принципе, с ними все в порядке. То есть это действительно профессионалы. Но от венгерского еврокомиссара также потребовали, ну, по сути, чтобы он землю ел из горша, что он не будет слушаться советов из Будапешта. Почему? Потому что очень интересно, какую именно должность он занял. Он не просто еврокомиссар, он будет отвечать, например, за восточное партнерство. Украина в шоке, потому что венгер получил такой портфель, а в Венгрии с Украиной сейчас очень напряженные отношения, именно из-за того, что в Венгрии уверена, что Украина притесняет венгерское меньшинство. Особенно, например, законодательство новое в сфере образования не дает развиваться украинско-натовским отношениям, потому что в Венгрии постоянно ставят палки в колеса, поскольку они, как страна-член НАТО, могут просто не допускать принятия каких-то деклараций, деклараций, да и делают невозможным созыв каких-то саммитов. И Украина сейчас боится, что подобная модель отношений может переброситься на Европейский Союз. Ну, вроде как еврокомиссар новый сказал, что нет, такого не будет, но, как сказать, ложечки нашлись, а сосадочек остался. Еще забавный казус, я понимаю, с Великобританией, поскольку Великобритания так до сих пор не вышла из Евросоюза, то формально она должна была тоже делегировать своего кандидата на пост еврокомиссара, но Лондон отказался. И теперь, ну, как я подсчитал в европейских СМИ, понимаю, что есть вообще вероятность, что новый состав Еврокомиссии признают нелегитимным, потому что формально-то Великобритания с нами, а юридическая служба Европарламента, если я правильно помню, именно Европарламента, не видит в этом больших проблем. Но, с другой стороны, давай посмотрим, есть другой аспект этой проблемы. Все-таки британцы были, не слишком хорошо защищали свои интересы. И как-то вот всячески пытались градус напряженности снизить во время переговоров с европейцами по поводу выхода из состава Европейского Союза. А тут, понимаешь, под конец все-таки взбрыкнули, оставили пустой стол. Ну, с другой стороны, я понимаю, но найти вменяемого английского политика, который был бы, согласился бы пройти через всякие слушания только для того, чтобы занять это место на два месяца, и к тому же еще не факт, что его бы утвердили бы сразу. Ну, я не знаю. В данном случае, все-таки, мы подозреваем англичан в том, что у них больше нет воли к победе, самоуважения, но все-таки это не так. Давай про нашего Валдоса Домбровскиса. Вообще, по-моему, Валдос Домбровскис молодец. Во-первых, мало того, что он в очередной раз стал еврокомиссаром, так, в принципе, ему еще и доверен очень ответственным постам. Он будет одним из трех заместителей, фактически, председателем еврокомиссии. И к руки у вопросов, которые мы будем смотреть, это все от надзора за финансовую систему, до инвестиций в зеленую экономику, санкции, ему доверят политику санкций. Что интересно, раньше, по-моему, этим занималось ведомство внешних сношений Евросоюза, да? Да, потому что, да, потому что если раньше санкции это были скорее что-то по поводу проблемных третьих стран, соседей в том числе, то теперь это скорее наши экономические войны с нашими ближайшими союзниками, то есть, в принципе, даже наши экономические отношения с Соединенными Штатами Америки сейчас выходят в плоскость взаимных санкций. И, конечно, логично, что именно комиссар, который отвечает за экономику с высоты птичьего полета, будет курировать и этот вопрос. Это, конечно, забавно, потому что, скажем так, Валдий Задомбровский, тот политик, за чьи карьеры, я вот наблюдаю, наверное, очень внимательно и пристально все последние 10 лет, поскольку то я писала как раз о латвийской политике, то о европейской политике, вот все время он был тем человеком, про которого я писала. Я очень хорошо помню, что это был один из редких случаев, когда, например, у меня полностью сорвалось интервью, хотя он мне его дал, но когда я его расшифровала, я поняла, что там нет ни одной фразы или цитаты, за которую можно зацепиться. То есть это был такой набор канцеляризмов, да, и каких-то вот, действительно, вот этих бухгалтерских сводок, которые он мне выдавал вместо ответов, что, ну, пересказывать это читателям моей газеты, где я тогда работала, мне просто показалось, что это будет непрофессионально с точки зрения журналистов. То, что ты считала недостатком как журналист латвийский, наверное, является большим достоинством Брюсселя. что тем не менее, это человек мало того, что пробился, то есть из маленькой страны, ну, окей, он принадлежит к очень большой европейской партии, это европейская народная партия, Высокопоставленный европейский чиновник должен сказать нечто, которое устроило бы всех, а все это очень люди с очень разными взглядами. Наверное, вот именно бухгалтерский подход, о котором мы говорили с тобой в первой части программы, он очень востребован на общем европейском уровне, где на самом деле, какая главная проблема даже в странах-грандах или там основных странах Евросоюза, основных спонсорах, навести порядок с финансами, снизить социальную нагрузку на государство. А тут вроде как есть пример из Латвии, такая вроде бы бедненькая, и вот люди... Не конфликтная, в принципе. Ну, при этом не конфликтная, да. То есть получилось Латвия, почему не получится на уровне ЕС? При этом задача перед Домбровским будет стоять тоже непростая, поскольку именно ему, видимо, предстоит подготовить некий план борьбы со стагнацией в европейской экономике, то есть, который сейчас волнует, наверное, многих не меньше, чем миграционный кризис или там борьба с пропагандой. Поэтому позиция высокая, но и вызовы перед ним стоят большие. Кстати, что известно про эстонского еврокомиссара? Я читала, просто пересказываю, не знаю, читала, что как раз-таки на слушаниях она не оставила какого-то очень яркого впечатления. Это Кадри Симпсон, да? Кадри Симпсон, да. Кадри Симпсон, да. А при этом ей доверен, в принципе, важный пакет по энергетике. Да, вообще, на самом деле, это интересное назначение, потому что, ну, называть ее большими специалистами по вопросам энергетики нельзя. Тем не менее, предложили именно этот портфель. И здесь вот одно из двух. Либо ее поставили на расстрельную должность, ну, мы знаем, «Северный поток-2», конфликт США по этому поводу, а также все эти энергетические проблемы связаны с переходом к зеленой экономике. Либо мы что-то просто про нее не знаем, и вот нынешняя председатель Европейской комиссии, она разглядела в Симпсон какой-то потенциал. Ну, вообще, наверное, интересно, чем сама Еврокомиссия новая будет заниматься, потому что вот новый председатель Еврокомиссии, я с трудом оговорю фамилию, это Фондерлейн, можно я буду называть ее просто Урсулой, вот, надеюсь, она просит меня за фамильярность, то есть он будет необычным, потому что действительно эта женщина, бывшая министра обороны Германии, она предложила свою совершенно другую структуру Еврокомиссии, то есть у нее там будет три заместителя и, по-моему, восемь каких-то, восемь других заместителей, пятнадцать простых еврокомиссаров, плюс она очень боролась, чтобы у нее было гендерное равенство, но в итоге, поскольку троих забаллотировали, то есть у нее все-таки будет только двенадцать женщин и пятнадцать мужчин, ну, практически, да, и при этом всем она презентовала, ну, на мой взгляд, достаточно амбициозный план своих действий, я вчера вот вечером его с интересом почитала, скажу честно, кое-что меня напугало, кое-что развеселило, кое-что порадовало, напугало, вступительная, точнее, вступительная, первая глава, и, видимо, самая важная, это та, в которой Урсула рассказывает, как она будет строить во всей Европе зеленое мышление, как она к 2030 году сократит выбросы СО2 на 55%, не на 50, на 55, вот, и как она всех пересадит на электрокары, заставит использовать вторсырье и ведет везде циркулярную экономику. В принципе, она оседала волну, то есть, если посмотреть западные газеты, то, на самом деле, это тема номер один. Да, но выглядит пока как секта, вот, но, тем не менее. Это не секта, это уже государственная религия. Да, видимо, так, в общем, это первый пункт плана, и, видимо, самое важное, поскольку она именно с него начинает, и, в том числе, как мы знаем сейчас, Евросоюз готовит новое зеленое соглашение, поэтому, то есть, все, что хочется Урсуле, еще как-то будет записано и подкреплено соответствующему регулированию. Ну, да, здесь может быть, в принципе, еще и опыт ее национальный сказывается, поскольку зеленые, Германия на волне, тоже успех. В том числе. То, что меня порадовало, это часть про экономику и социальные стандарты, потому что, по крайней мере, сейчас, посмотрим, как будет дальше, но Урсула обещает ввести и минимальную европейскую зарплату, и детские гарантии, как механизм борьбы с детской бедностью, и продолжить проект молодежных гарантий, которые также помогают находить работу молодым людям. И, кстати, она очень хорошо отзывается о малом предприятии, о малом бизнесе. То, что, видимо, латвийское правительство не прочитало в этом документе, вот их можно отослать, потому что, действительно, Урсула признает, что это такая движущаяся сила экономики, и нужно всячески поддерживать предпринимателей в их инициативах, и в том числе в попытках использовать какие-то инновативные методы. Так что, это была часть очень хорошая, а вот то, что меня озадачило, это часть про некие европейские ценности, которые новая еврокомиссия будет защищать. Объясни мне, ты тоже, наверное, смотрел этот документ, о чем речь? Да, но там вообще довольно интересно, потому что, с одной стороны, европейские ценности, ну, мы знаем, что это такое, и там первым пунктом шла защита rule of law, то есть, верховенство закона, и, да, с учетом тех проблем, которые сейчас испытывает Польша, тема понятна, о чем идет речь. Но потом, она тут же, в этой же главе переходит на тему миграции, о том, что нужно навести там порядок, и, а также о том, что нужно улучшить сотрудничество, допустим, в сфере борьбы с терроризмом. Ну, то есть, не получится, на самом деле, какой-то... То есть, мне кажется, что мы говорим, с одной стороны, про ценности, а с другой стороны, мы все-таки в этом документе видим попытки Урсулы ответить на какие-то вопросы, которые волнуют обывателя, в той же самой Германии и в других странах. То есть, до Коли будут приезжать только мусульманских миграторов. Потому что они же говорят про европейские ценности, это написано на нашем европейском образе жизни. И наш европейский образ жизни теперь подразумевает на введение порядка в сфере миграции. Я так понимаю ее документ. Но мы завтра можем еще послушать еще ее речь, что именно она, может быть, что-то пояснит, от чего-то, может быть, откажется, но, в принципе, в общих чертах этот подход сохранится. То есть, хочешь сказать, что это какой-то отказ от идеи мультикультурализма, который до сих пор так пропагандировался? Я не думаю, что это такой ярный отказ, но это будет внесение некоторых поправок, что ли, в имеющиеся подходы. Потому что без этих поправок будет очень трудно поддерживать уровень европтимизма, который в Брюсселе считается оптимальным. Ну, а верховенство права, это, наверное, скорее отсыл в сторону Венгрии, Польши, то есть тех стран, которые в последнее время законодательство пытались довести особо. Независимость судебной системы, которая там ставится под вопрос уже специалистами. То есть, она, Урсула четко сказала, что да, мы этой проблемой будем заниматься, и, конечно, для Польши это очень плохие новости. Ну что, у нас еще буквально несколько минут осталось, давай все-таки еще одну тему затронем. Тема, которая в российских СМИ прошла под заголовком «Эстония выдвинула Россию территориальные претензии». Объясни, что там произошло? Ну, там ничего особенного не произошло. Дело в том, что между Россией и Эстонией до сих пор не подписан договор о границе, в отличие от Латвии. В Латвии все-таки этот договор подписали. История очень похожа в Эстонии и в Латвии. То есть, были некоторые территории, которые по итогам, так сказать, революции гражданской войны в России достались, соответственно, Эстонии и Латвии. И потом уже в конце войны Россия эти территории обратно приписала к РСФСР. Нынешние, теперь они, как в России. Для эстонских националистов заявление, которым, ты говоришь, было сделано именно к спикерам парламента, который относится к партии право радикальной ЭКРА. Это больной вопрос, который они постоянно поднимают, но воспринимать это как в движении территориальных претензий нельзя. Тут, скорее, другая проблема. Проблема о том статусе Тартусского или Юрьевского мирного договора. То есть, тот договор, который был подписан между большевиками и Эстония, которая, тем самым, как бы оформила свою независимость. Россия не считает этот договор действительным, Эстония считает, что он до сих пор действительным и даже в эстонской конституции сказано, что граница Эстония определяется этим договором и другими соглашениями. Других соглашений пока нет. В Эстонии, получается, с Россией как бы границы нет, есть временная контрольная линия. А что в этом Евросоюзе, думаю, получается, Евросоюза нет с Россией границы? Ну, на самом деле, это не имеет каких-то... Были большие опасения, что без договора границы нельзя будет вступить ни в НАТО, ни в Европейский Союз, но это не так, потому что, в принципе... Кстати, в Латвии именно так и продавали эту идею, что нам нужно срочно заключить. У нас тоже, да, продавали, тем не менее, договор не подписан до сих пор и большую проблему никто в этом не видит. Кстати, была одна попытка, был заключен договор, и даже в Эстонии он был ратифицирован, но это было в то время, когда правительство имело очень слабый контроль над парламентом и националисты там приняли закон ратификации преамбул, где опять сослались на Тартусский мирный договор. Россия это очень разозлила, поскольку они считали, что это как бы нарушает те идеи, которые лежат в основе нового договора, и они даже отозвали свою подпись по документам. Потом документ подписали еще раз, и его ратификация, как бы процесс начался в Эстонии, но застопорился в России. Почему? Потому что случился Крым. Слушай, ну, в принципе, это все равно не единичный случай. Мы знаем, что есть Гибралтар, мы знаем, что есть Шотландия, даже в Бельгии и Голландии, по-моему, есть какие-то кусочки земли, которые они тоже поделить не могут между собой. Ну, они там, в Бельгии и Голландии, там вообще просто смешной случай, там просто есть куча анклавов, это нельзя сказать, что это территориальный спор, это просто жуткая неудобство для людей, когда у тебя границы проходят через кухню. Буквально, я не шучу. А, кстати, ты знаешь, вот если, допустим, у тебя границы проходят через дом, то как, знаешь, как там определяется, где ты живешь, в Бельгии и Голландии? Где твои тапки? Вот ты знаешь, ты в том смысле могла бы жить в Америке, потому что если в Америке граница штата проходит через дом, то считается, что ты живешь там, где находится твоя спальня. Но голландцы и бельгийцы, это другой подход, где находится главная дверь дома. Вот, ну это действительно провал. Допустим, Гибралтар, там вообще очень интересный момент, то есть, в принципе, это колония Англии, если назовище своими именами, без всяких там эфемизмов. И испанцы, которые в свое время вынуждены были уступить скалу Гибралтар англичанам, они все хотят ее вернуть, но англичане, естественно, не хотят отдавать, насилие там абсолютно уже, ну не метод, ну в принципе, это не испанцы в классическом понимании нашем, и они, конечно, не хотят там, где-нибудь больше 90% по референдумам, которые они проводили, не хотят в Испанию возвращаться. Но там у них есть другие проблемы, например, связанные с так называемой нейтральной полосой. Там до сих пор, ты можешь себе представить, но потому что, ведь, 18 век, когда все это случилось, там до сих пор обсуждают нейтральная полоса, это действительно ли вот так раз то расстояние, которое два пушечных ядра пролетят, вот, и вот что можно делать, можно ли там заниматься строительством, ну и там многие всякие другие смешные проблемы. Есть, кстати, проблема с Северной Ирландией, в принципе, Республика Ирландия, когда возникла, она с самого начала претендовала на... Один из факторов торможения того же Брекзита. ...на всю территорию острова, потом вроде как, после того, как было заключено соглашение пасхальное, Good Friday Agreement, Великой Пятнице, точнее, соглашение, то там как бы все-таки даже была изменена конституция Ирландии немножко, чтобы она не была такой уж неприемлемой для англичан, но факт остается фактом, то есть ирландцы, конечно, считают, что полное разрешение конфликта вокруг Северной Ирландии будет тогда, когда Северная Ирландия вернется в лоно в общее ирландское государство. Надеемся, в Эстонии все так же благополучно закончится, ну а, кстати, эти претензии, которые публично озвучили ваши эстонские политики, они не помешают поездке вашего эстонского президента в Москву на 9 мая? Я не знаю, будет ли поездка или нет, и почему они должны помешать. Там, в принципе, нет никаких особых тем, связанных с границей, которые бы, действительно, вызывали большие опасения, потому что, скажем, эстонского населения на этих территориях стало довольно мало, там, скажем, любопытно, что в Псковской области там живет народ на сету, который эстонцы считают просто эстонцами, а россияне выделяют в отдельный народ. Вот, ну их там осталось буквально пару сотен. Основная часть сетусов переехала в Эстонию в 90-е годы, там была программа государственная, не очень афишировалась, но, тем не менее, так случилось. И, конечно, даже если, предположим так, Россия вдруг бы решила ободать эти территории Эстонии, ну, такой невероятный, конечно, сценарий, но тем не менее, то просто случился бы прирост русского населения, населения, потому что им даже нельзя было бы отказать гражданству, потому что, вряд ли ваши националисты этого хотят. Многие из них являются гражданами Эстонии по рождению, многие даже имеют паспорт дома под подушкой. Хорошо, на этой теме тогда и закончим. Мы были в эфире, программа «Есть тема», в студии были Александр Полищук и Вадим Полищук. Встречимся с вами через неделю. До свидания. До свидания. Радиоболтком Радиоболтком